Вы слушаете канал жаж.клаб, древний ребенок из Сибири оказался гибридом неандертальца и денисовца. Генетический анализ человеческой кости возрастом примерно 90 тысяч лет, обнаруженной в Сибири, показывает, что она принадлежала гибриду неандертальцев и денисовцев. Неандертальцы и денисовцы – вымершие родственники современных людей. В то время как ученые быстро узнают больше о неандертальцах, существует очень мало физических доказательств денисовцев. На сегодняшний день из Денисовой пещеры в Алтайских горах Сибири была обнаружена только горстка костей и зубов. Некоторые из них были быстро идентифицированы как принадлежащие человеку, но, когда исследователи секвенировали ДНК, сохранившуюся в костях, они поняли, что все было не так, как казалось. Кости на самом деле принадлежали ранее неизвестному виду архаичного человека. Более того, когда геном недавно идентифицированных денисовцев сравнили с геномом современных людей, оказалось, что некоторые популяции, живущие сегодня, например, меланизийцы и аборигены, все еще несут некоторые из этих древних человеческих генов. В настоящее время проводится дальнейший анализ одного из фрагментов кости из пещеры. Косте около 90 тысяч лет, и считается, что она принадлежала девочке, которой было не менее 13 лет. Анализ показал, что мать ребенка была неандертальцем, а ее отец был денисовцем. Сванте Пибо, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature и основанного в Институте Макса Планка в Лейпциге, Германия, говорит, поразительно, что мы находим этого неандертальско-денисовского ребенка среди горстки древних людей, чьи геномы были секвенированы. Денисова пещера, в которой были найдены останки. Фото, www.nhm.ac.uk Учитывая, что известно всего несколько денисовских особей, открытие гибрида указывает на то, что такие брачные отношения не были редкостью. У неандертальцев и денисовцев, возможно, не было много возможностей встретиться, но, когда они это сделали, они, должно быть, часто спаривались, гораздо чаще, чем мы думали ранее. Близкие отношения в то время как неандертальцы были найдены по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Считается, что денисовцы жили в Восточной и Южной Азии, хотя их ареалы явно пересекались. В настоящее время считается, что родственные группы разошлись около 400 тысяч лет назад, после того как их последний общий предок разделился с Homo sapiens по крайней мере 500 тысяч лет назад. Хотя все три человеческие группы были различны, генетические данные показывают, что они были достаточно тесно связаны, чтобы спариваться и иметь детей. ДНК неандертальца и денисовца все еще можно найти у современных людей, поэтому, учитывая, что две древние популяции были более тесно связаны друг с другом, чем с Homo sapiens, неудивительно, что они также спаривались. Тем не менее, ситуация может быть не такой ясной. Профессор Крис Стрингер, исследователь эволюции человека в музее, говорит, неандертальцы могли пересекаться с денисовцами по всей Азии более 300 тысяч лет, поэтому тот факт, что их линии оставались в основном раздельными, должен указывать на существование некоторых географических, генетических или поведенческих барьеров для более широкого спаривания в течение этого времени. Фото с раскопок. Фото www.nhm.ac.uk Древние эмиграции исследователи смогли заглянуть в историю не только девочки, но и ее матери. Это пролило некоторый свет на движение неандертальских популяций по всей Европе и Центральной Азии. Денисова пещера расположена на дальнем восточном краю исторического хребта неандертальцев. Более ранние окаменелости неандертальца были найдены в той же пещере, но, несмотря на это, результаты показывают, что мать ребенка не происходила из более раннего восточного населения, а была более тесно связана с более поздними неандертальцами как в Европе, так и в Азии. Это показывает, что среди неандертальцев должна была быть довольно высокая текучесть населения и что более ранние популяции были заменены перемещениями по Азии в течение последних 120 тысяч лет. Несмотря на то, что мы много знаем о неандертальцах, мы еще многого не знаем о денисовцах. Это во многом связано с их бедной ископаемой летописью. В то время как неандертальцы относительно хорошо представлены из окаменелостей по всей Западной Евразии, денисовцы до сих пор известны только из фрагментов костей и нескольких зубов из одной пещеры в Сибири. Денисовцы, должно быть, имели долгую эволюционную историю в Восточной и, вероятно, также в Юго-Восточной Азии. До тех пор, пока не будет обнаружено больше ископаемых свидетельств, загадочные денисовцы будут оставаться.